Смотри Рико ТВ онлайн. Смотри любимый канал в любом месте города. Рико ТВ смотрите онлайн на сайте www.rikotv.kz Опухоли кровотворной и лимфоидной ткани входят в число самых распространенных онкологических заболеваний. У детей до 5 лет опухоли на треть связаны именно с такими диагнозами. До 90-х годов рак крови лейкоз это был приговор для ребенка. Но сейчас медицина предлагает много эффективных способов лечения. Каких? Об этом поговорим в программе «Что скажет доктор». Как проявляются у детей заболевания органов кроветворения? Поговорим с детским онкогематологом Домиткен Утигеновый. Здравствуйте, Домиткен Утигеновна. В вашей практике часто встречается онкология у маленьких детей? Очень часто встречается онкология у детей. В нашей больнице ежемесячно на подозрение именно на опухоль кроветворных клеток мы обследуем от 1 до 3 пациентов в месяц. В прошлом году было выявлено первичных лейкозов, установлено 16 пациентов. В этом году чуть-чуть поменьше цифра утешительная, это 7 пациентов. В прошлом веке до 90-х годов мы не знали стационарных отделений, где лежат дети с онкологией кроветворной системы. Сейчас такие отделения уже появились. Вот в чем причины увеличения детских болезней? Ну, я думаю, это связано с экологией, во-первых. А во-вторых, лучше все-таки диагностика сейчас проводится. Население стало более информированным, более грамотным. У родителей появилась какая-то настороженность в связи вот с тем, что идет рост онкологических заболеваний. И все-таки родители где-то прислушиваются, где-то читают про онкологические заболевания у детишек. И даже зачастую родители сами уже настораживаются. Настораживается первичное звено в поликлиниках. Настораживаемся. И мы, когда вот к нам приходят дети, там, допустим, если они приходят к одному специалисту и к невропатологу. Невропатолог выявляет, во-первых, свою патологию. Но если у него есть подозрение на онкологическое заболевание, он тут же направляет к нам, к детским онкологам, гематологам. По опубликованным данным, среди онкологических заболеваний у детей до 5 лет превалирует именно рак крови. С чем это связано? До 5 лет иммунная система несовершенна еще у детишек. Это раз. Во-вторых, в возрасте 5 лет идет изменение кровитворной системы. Я считаю, что связано еще и с этим. А можно ли считать, что здоровье мам сказывается впоследствии на здоровье ребенка? Да, я считаю, здоровая мама – здоровый ребенок. Больная мама – больной ребенок. Наследственная предрасположенность в этой семье именно конкозаболевания. Говорят, вроде бы нету наследственной предрасположенности, а когда начинаешь выяснять, выяснять, там уже по ходу заболевания говорят, что да, вот там у тети была онкология, у дяди была онкология в этой же семье, и там и мама, и папа. И потом начинается постройка вот этой вот лестницы, и выясняется, что все-таки у этого ребенка есть какая-то определенная предрасположенность. То есть это говорит о том, что женщина и мужчина, не только женщина, но вообще семейная пара должна задуматься и пройти прегравидарную подготовку. То есть подготовиться к беременности, если они запланировали иметь ребенка уже заведомо, нужно самим родителям вначале пройти полностью комплексное обследование, затем уже по рекомендациям врачей принимать препараты, вести здоровый образ жизни. Дети с онкологическими диагнозами поступают в областную детскую больницу. Соматическое отделение у нас работает с момента основания больницы с 1972 года. В мае 2011 года мы переехали в новое здание. Здесь у нас соматическое отделение расширилось до 48 коек. Оно многопрофильное. В состав входят гематологические 8 коек, гастроэнтерологические 4 койки, нефрологических 6 коек, эндокринологических 6 коек, ревматологических 4 коек и пульмонологических 16 коек. Соответственно, мы оказываем детям помощь с заболеваниями крови, с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, почечным пациентам, эндокринологическим пациентам, с заболеваниями суставов и с пульмонологической различной патологией. Мы оказываем как экстренную помощь, так и плановую помощь детям нашей области. Целью работы гематологического отделения являются обеспечение доступной специализированной помощи, ранее выявление заболеваний системы крови, а также своевременная госпитализация пациентов гематологического профиля. Мы проводим диагностику, первичную диагностику, берем пункцию костного мозга, проводим миелограмму, диагностируем заболевания крови. У нас есть инструментальные методы исследования, это томография, магнитно-резонансная, компьютерная томография. По установке диагноза мы детей направляем в центры Алматы и Астаны для верификации диагноза и подбора лечения. После того, как они проходят подбор лечения, они приходят к нам, и мы уже химиотерапию продолжаем в условиях нашего отделения. Также мы оказываем экстренную помощь этим детям в случае имеющихся осложнений. Приоритетным направлением в работе гематологической службы являются диагностика и лечение онкогематологических заболеваний. Согласно современным стандартам, это позволяет получить хорошие результаты в лечении, сохранить качество жизни и социальную активность пациентов. Используемые на сегодняшний день инновационные методы работы в отделении улучшили качество жизни больных, способствовали увеличению случаев ремиссии и продолжительности жизни. Какие заболевания можно считать предвестниками онкологических болезней? Знаете, очень много бывает причин. В нашей практике встречаются такие заболевания, как простудные заболевания. Они часто обращаются к своим врачам участковым. Врачи лечат это заболевание и начинается любое онкологическое заболевание с простуды, либо с патологией костной системы. Там происходят боли в костях или перелом костей, или какие-то болевые ощущения именно в костно-суставной системе. У детей иногда бывает боль при ходьбе, судороги, боль даже в покое, когда ребенок спит. Он обращает внимание родителей на то, что у него появляются беспричинные необъяснимые боли. Затем одной из частой причин является это простудное заболевание. Когда участковый педиатр ставит острое респираторное заболевание, или ставит острое респираторное вирусное инфекции, начинает лечить ребенка, но при этом температура тела не снижается, эффекта от лечения не бывает. И затем уже участковый врач начинает задумываться, почему нет лечения, а почему нет эффекта от его проводимой терапии. Естественно, врачи, которые более насторожены по онконаправлению, они уже этих детишек направляют к нам с предварительными анализами, с предварительным комплексом обследования. Может ли обычный анализ крови показать наличие онкологических изменений? Может. Это может показать глубокое анемия. Это низкий уровень тромбоцитов в общем анализе крови. Это очень высокие цифры лейкоцитов. Или наоборот, очень слишком заниженные цифры лейкоцитов. Затем есть такое понятие, как ускоренное СОИ. Очень-очень запредельные цифры, которые доходят до 75 до 90 мм в час при норме от 5 до 10. Можно просто по габитусу, то есть по внешнему виду ребенка, можно определить, что у ребенка какое-то онкологическое заболевание. Вот, например, это увеличенные лимфоузлы. Они бывают иногда с голубиной яйцо в области шеи, в области подмышечных паховых областей. Затем бледность кожных покровов. Сильно выраженная бледность. Увеличенный живот в объеме за счет увеличения таких органов, как печень-селезенка. Даже вот внешне, когда мы сидим на приеме, заходит ребенок, уже завидомо вот смотришь на его внешний вид, и по внешнему виду уже вот как-то про себя отмечаешь. Ребенок бледный, с желтоватым оттенком, склеры глаз, допустим, у них желтые, ногти серые. Смотришь на живот, живот увеличен в объеме. Когда ребенок присаживается на стул, либо мама помогает, начинаешь спрашивать у мамы, почему вы помогаете своему ребенку присесть или пристать. Она говорит, а вы знаете, у него в последнее время жалобы на боли в ногах, или жалобы на боли в спине. Или, допустим, ребенок очень часто болеет, или вот мама говорит, почему-то вот здесь вот это зловатое лицо, шея почему-то вся в конгломератах, то есть в увеличенных лимфоузлах. Начинаем расспрашивать, смотреть ребенка, смотрим, естественно, амбулаторную карту, анализы уже предварительно, мы выставляем какой-либо диагноз. Если у нас есть подозрение на онкологическое заболевание, мы, естественно, ребенка никуда не отпускаем, ребенка мы тут же госпитализируем. Изменения в поведении, в привычках питания тоже имеют свое значение? Ребенок постоянно хочет спать. Ребенок, допустим, который когда-то раньше очень хорошо кушал, он... Вот родители часто говорят, доктору он вообще не ест. Если он раньше ел мясо, если он раньше ел творог, то сейчас я его не могу заставить съесть, допустим, тоже вот одно яблоко в день. Ребенок ночами очень выраженная потливость. Бывает, мамы говорят, что в день сменяют 2-3 маечки. Ну и слабость. Если ребенок раньше бегал, прыгал, игрался на улице, мог разбросать по комнате все игрушки, то сейчас у него этого нету. А как строится система лечения? Как она по ступеням развивается? Если нету ответа на химиотерапию, то в республиканских центрах, естественно, проводится трансплантация, то есть пересадка костного мозга. Это ауто, это алатрансплантация. Сейчас это два основных лечения, два основных видов лечения в нашей стране. Ауто, алатрансплантация и химиотерапия. Родители детей с онкологическими заболеваниями часто обращаются за помощью, за сбором денег, для того, чтобы ехать в Германию, в Израиль, в другие страны. С чем это связано? Там лучше технологии или лучше условия для лечения? Да, это популярный медицинский туризм, хотя я не скажу, что где-то лечат лучше. И Израиль, и Турция, и Корея, и Казахстан, и Россия, мы все придерживаемся, и Белоруссия, мы все придерживаемся одних и тех же протоколов одной и той же страны. То есть это Германия. Мы всех детей лечим по германским протоколам. Та же Турция, та же Корея, тот же Израиль, тот же Казахстан. Везде процент выживаемости один и тот же. Я не знаю, почему у родителей возникла такая панацея недоверия именно к нашим врачам. Хотя у нас неплохие показатели. Показатели не то, что неплохие, а хорошие показатели. Мы вышли на мировую статистику. У нас процент выживаемости увеличился. У нас сейчас стали проводить ауто-алотрансплантации в республиканских центрах. У нас процент смертности детей снизился. Действительно, мы знаем, что зачастую дети уезжают с огромной суммой денег. При этом врачи зарубежные дают гарантию. Но при этом ребенок возвращается к нам. Все-таки этого ребенка доводим мы. И никакие гарантии при этом не выполняются. Все-таки эти детки возвращаются к нам. В любом случае, как бы они там не лечились, какая бы там трансплантация ни была, дальнейшее наблюдение под наблюдением наших врачей казахстанских ведется, ни одна зарубежная страна не доводит ребенка до конца. Население сейчас почему-то избегает наших молодых специалистов, участковых врачей. Жалуются, что не хотят обращаться, а сами самостоятельно наблюдаются такими детьми. Жалуются на то, что в поликлиниках очередь. Но очередь она всегда была и будет. Но при этом нужно, я считаю, нужно контактировать, какой бы ни был специалист, со своим участковым доктором. Потому что завтра любая аккурация больного будет вестись в основном только на участке. Для родителей, когда они узнают о страшном диагнозе, конечно, в первую очередь наступает стрессовая ситуация. Как на нее реагировать и что нужно делать? Об этом мы спросим у психолога. Немаловажную роль, прежде всего, если ребенок маленький, это эмоциональное состояние матери. Потому что ребенок на данном этапе, если ему 3 года, 5 лет, он не понимает, не осмысляет, что с ним происходит. Ну да, и он чувствует, что он болеет. Просто болеет. А как это прогноз? Ему трудно это осмыслить. А больше это подвержены вот таким перепадам настроения мамы. Есть ли у мамы паника, есть ли эмоциональная нестабильность, есть ли повышенная тревога? Естественно, ребенку на уровне ощущений не обязательно это показывать. Если она тревожна, все-таки у нас же есть, какие-то мы обладаем, какой-то энергией, которую мы излучаем в окружающем пространстве, и мы друг к другу как бы получаем, идет взаимосвязь. Есть ли нестабильность у мамы, и, естественно, это сказывается на состоянии ребенка. То есть родителям, маме, близким обязательно нужно обратиться к профессиональному психологу? Желательно было бы, потому что, во-первых, все-таки специалистов сейчас у нас достаточно. В каждой поликлинике есть специалисты-психологи, которые тоже могут проконсультироваться. Вот правильный подход, это было бы подойти, записаться на прием, сказать, вот такой-то, такой-то, как нам быть? Все-таки они специалисты, работающие, они могут выстроить правильную линию поведения в данной ситуации. Потом есть такое понятие в медицине, как внутренняя картина заболевания. Вот эту внутреннюю картину заболевания правильно оформить. Опять-таки я вот повторяюсь, то что этот ребенок, зная свой диагноз, он может опять-таки в интернет открыть, посмотреть там большую частью какие-то вот трагичные, ужасающие ситуации. И он может неправильно это воспринять. А зная вот слабые, сильные стороны этого ребенка, понимая его эмоциональное состояние, если у него там заниженная самооценка, у него может быть прогноз, он может не ставить цели. Кстати, вот по поводу, вот если когда ребенок, да и любой человек ставит цель, он всегда вот правильно строит свою, как бы, линию поведения. А где можно найти клинику или кабинет, где принимают психологи, в частности, где вы принимаете? В рамках этого проекта мы сейчас, да, проводим консультирование, консультирование у нас бесплатно, любая мама, любой родитель, который имеет какие-то проблемы. В принципе, мы рады принять любого, но это по записи, в Арсанах Тюбе. Часто к нам обращаются дети и с другими нарушениями, с девиантным поведением. Ну, в данном случае, если есть в семье ребенок больной, онкогематологическим, онкологическим заболеванием, да и вообще, если есть больные дети, то могут они обращаться в Арсанах Тюбе. Мы эту консультацию проводим бесплатно. И уже как дальше общаться, как это уже проговорив с родителями, проконсультировав этого ребенка, можно выстроить какое-то психологическое сопровождение этого ребенка, если он больной ребенок. Имеет ли возможность наши врачи в Актубе сотрудничать с крупными научными центрами? Мы очень тесно сотрудничаем с республиканскими центрами, такими как Научный центр педиатрии и детской хирургии. Это основной центр онкогематологический. Это научный национальный центр материнства и детства в городе Астане. Это Казахстанский научно-исследовательский институт радиологии и онкологии в городе то есть в Казниор, где дети наши получают курс лучевой терапии. Все виды лечения проводятся бесплатно по квоте, выделенные государства. Очень нужно следить за здоровьем своих деток, за поведением своих деток. Нужно ежегодно, если необходимо, дважды в год проходить медицинский общий осмотр. То есть проходить всех специалистов регулярно. Согласно, у нас есть специальный скрининг для детей, который проводится в наших поликлиниках буквально на бесплатном уровне. Это осмотр всех узких специалистов, осмотр своего участкового доктора туда включается, плюс определенный комплекс анализов и дополнительных методов обследования. Это в школах ребенок, если необходимо пройти медицинский осмотр, так же, чтобы это в школах проходилось. Плюс вакцинация, естественно. Вакцинация защищает ребенка от онкозаболеваний. Благодарю вас, Домиткина Утигеновна. Конечно, хотелось бы, чтобы все наши детки были здоровыми, но тем не менее встречаться с болезнями приходится и достаточно часто. И поэтому мы посоветуем всем родителям быть внимательными, присматриваться к каждому изменению в поведении вашего ребенка. И, конечно, вовремя обращаться к врачу. Смотрите программу «Что скажет доктор». Смотрите программу «Что скажет доктор» и 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 «Что скажет». Продолжение следует...